приветствую вас дорогие друзья на канале михалыч топи games теперь корешки доступны и здесь в оффлайн режиме их можно тратить на базе на мобильной базе генезиса выполняя редкие задания или получая крутые бонусы выполняя вкусняшки выполняя задание получаешь вкусняшки которые нам доступны сезона 12 доставки все остальное но конечно же сейчас появился момент когда нужно эти корешки где-то доставать простые зомби нас уже не прут и наверное хотелось бы узнать каждому из вас каждому из нас и конечно же мне о том где и на изи можно достать большое количество этих это не на корешков они вроде бы похожи на вот эти но по-моему вот эти фиолетовые но по-моему они выглядят какие-то красноватые сейчас мы залетаем на красную локацию там нас уже ждет громила посмотрим сколько нам дадут корешков с громилой и не забудьте ребят то что ваш лайк комментарий и подписка с колокольчиком дает вам возможность поучаствовать в розыгрыше ведь розыгрыш премиум аккаунта плюс 10 уровней уже доступен и будет буквально на этих выходных это очень круто и очень топовый не забывайте ребят лайкать комментировать и подписываться с колокольчиком эти все условия дают вам возможность выиграть призы премиум аккаунт плюс 10 уровнем донатные коробки донатные монеты это все просто на изи можно получить поэтому следите за новостями это все будет буквально вот-вот мы залетаем сосновую чащу и будем сейчас лупашить всех кто здесь есть а вы знаете что сразу на меня напал громила это очень топово потому что громиль чека я сейчас буду нагибать на он здесь был правда я ждал довольно долго глачоныш не не хочу в фэнскар здесь у меня нет штык ножа я уже пробовал громилу убивать разными способами и один из самых крутых способов это естественно убить его с помощью штык ножа на ваш калаш калашик штык нож это топовая тема 16 жесткого урона или например 32 или 34 крикующего урона это сверх естественный урон который можно достичь вашим калашом ну и только естественно в одном случае это нужен штык нож даже гранатомет не так эффективен как штык нож потому что прочность при этом тратится минимальная вообще я взял много где стрела знаешь что громила совсем суровый я буду использовать фэнскары вот почему штык нож намного эффективнее если вы хотите вы можете просмотреть на стриме я там убивал его с помощью штык ножа и это вообще показалось насколько изи что прям ребята сказали да зачем нам этот гранатомет зачем на этот подствольник калаша если есть такой вот штык ножик именно эта тема топови не бывает топови просто некуда вот такие вот пирожули и мы ребят расстреливаем громил тратя на это уже второй фэнскар шикарнейшее оружие которое только может быть в игре фэнскар чик мисов промаха вообще нету и это радует потому что вы видите промах один ну там очень редко промахи залетают основа это чистоганский урон и вы понимаете что именно так можете достичь самый эффективный урона от вашего именно фэнскара или самое главное автоматического огнестрельного оружия то есть быстро стрельного быстрого у нас автомат есть автомат если например взять по модулям и модернизировать это все какими-то скорость стрельбы или урон крит это топово но если у вас нет стабильности стрельбы то это от стойчик сразу же получается вообще поражене чок так как без стабильности стрельбы вашу да будет нанесить больше урона стрелять быстрее или дальше но промахи могут исправить все то есть сразу же на ноль поэтому я качаю все свое оружие на стабильность стабильный наносить урон я думаю топовый всего мини ганы мини ганы да кружи оружие уникальное редкое крутое но я не сказал бы ничего хорошего про это оружие ну в плане конечно да оружие реально крутое и расстреливать всех зомби с ним очень интересно но когда-то это оружие стреляла без перегрева но не перегревалась и можно было с легкостью выстрелить всю обойму вот так вот нашего мини гана в нашего граммиллиона без проблем без остановки она не останавливалась и это было топово просто пришел убедил расстрелял ребят никаких промаха вообще у мини гана нет это единственное его хорошая хорошие бонусы плюс так ну конечно же мы сейчас изощряемся у нас остается 249 хп не так уж много как для граммилы уже практически видно свет в конце тоннеля мы смотрим обязательно нужно заметить сколько же очечий нам даст этот дядя именно да что ж такое то вы видели он стрельба по ногам явно где-то промахивается опять-таки же используем наши фэнскар и теперь я думаю что не так уж много шансов у нашего граммилона граммилы он очень крутой но тем не менее он по вечерам попу трогать у меня не будет гореть получается лучше мы сейчас сольем его со всей силы и очень на изи целеваем 60 хп лучше всего эффективнее всего если у вас нет каких-то модулей м16 стрельбой по ногам у меня здесь нет просто на м16 стрельба по ногам и тот же блок 110 очков генесиса 110 за такого свирепого за такого сверхъестественного зомби дали всего лишь 110 не бывает повести печальнее на свете когда разочаровался при убийстве такого сильного зомби но тем не менее мы выполнили то что хотели и сейчас вылетаем на глобальную карту для того чтобы сразу же встретиться скрестуть шпаги с еще одним очень суровым очень крутым зомби и убить его наказать для того чтобы выполнить шаг 2 мы будем спускаться в недры бункера альфа и по сложности игры будем идти именно к дяде который обитает здесь мы будем убивать слепого охотника и для этого все что нужно у меня с собой есть да только бункер активировал но и не думаю ради такого контента льготного ролика и готов немножечко рискнуть и сразу же активировать хард режим я дискет с координатами люблю и дискеты с координатами коплю и мы вылетаем на глобальную карту держи и ты тоже держи отлич ноу и третий этаж вы помните что на третьем этаже у нас обитает зловесный зловещий слепой охотник имена его мы и будем сегодня мочить мочкануть этого дядю можно от всей души и давайте конечно же пройдем ну в принципе с таким-то огнестрелом которые подготовил это сделать довольно легко на толстяк держи толстяк все толстяк у нас отлетел увидели 110 очечий всего лишь 110 и если взять например вот этого 19 то представляете да лучше толстяков солью несколько штук чем не зря я взял с собой воду и еду это все нам поможет лучшим всего сливать естественно простых зомби за них дается немного но все-таки очень приятно получать много раз по разу чем один много один раз по ухты мозги здесь все я там шапку вкинул в него какого из вас я шапку положил свою вы чё пацаны ваще ребята забираем все и валим с фн скаром слепого охотника я еще не убивал да поэтому это будет первый раз чекаем нам нужно активировать вот этот вот протокольчик и залетаем в логово слепого для того чтобы увидеть что ты нам приготовил два урона простым оружием это совсем-совсем мало держи смотрите какой пьяный замедленный наш слепарик и очень важно то что он может сейчас нам сбить броню броня явно у нас не в порядке поэтому кстати нам нужно будет бежать сейчас к этому терминалу ведь он будет хилиться так оденемся на на лучшую броню так как урон с подачи в голову персонажа будет жесткий зашквальный я думаю что он снесет нас даже может быть с одного удара а это нам сейчас вообще не надо сейчас нам нужно побольше урон чека и в принципе не не заморачиваемся с огнестрелом который мы выбираем фанскар так и фанскар подожди ты чё разбег я уже под даже даже немного испугался даже даже заводяло заводяло из-за того что думаю блин сейчас разбежится и все видео на смарку лёг какой даже чуть-чуть и он бы вообще не пошел бы хилиться жесть насколько фанскар рвет все жёсткие рекорды по урону так разбегайся слепой охотник это было последнее что ты сегодня сделал вот так вот 110 словно так же как загромил в чем прикол не пойму но у нас все пока что идет по плану этот план конечно не сильно ровный тем не менее сейчас возвращаясь назад и мы идем к менее сильному зомби мне кажется конечно тут спорный вопрос вызовется кто менее сильный зомби из них хотя и мы найдем сейчас к такой подружки на такое свидание которое мы можем и не забыть никогда в своей жизни используя тоже оружие попробую естественно слить нашу следующую жертву это вот ведьма и ведьму мы будем убивать также в этом ролике чтобы увидеть сколько же дается очков жесткого генезиса за то чтобы убить зловещего босса ведьму ребят а вот и наши конечно же свидание кто ходил последний раз на свидание к ведьме а ну-ка признавайтесь сейчас мы ее будем убивать не так уж прикольно как вам хотелось бы но наверное хотелось бы всем чтобы мы ее убили каким-то изощренным способом но я вам сейчас признаюсь я уже это все испытывал и ведьмашечка наша конечно же вот эти все мужички которые вылазят сколько нам они не дают нам вообще ничего вообще ничего не дают никаких очечий поэтому я не вижу смысла драться с таким огромным количеством этих прихвостных я просто-напросто сейчас убью ведьмашечка простым способом она не будет хилиться она будет просто на паинькой потому что мы взорвем ее оба кокона и будем теперь вать когти и сюда девка девушка девчуля идите сюда товарищ ведьма теть ведьма как вас дела я вас сфн скармута в 45 критующего урона то при спито ха 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 куда ты пошла полезла и я туда хочу ох ты чё на хилится хилится ребят все нахилилась бабуля иди сюда мы будем тестовая разговаривать мы с тобой разговоры разговаривать будем блин 57 чуть расслабился 57 жестко урон лёш 68 не надо этих песен мне не надо кстати вы поняли почему она отхиливается так много потому что она вот сейчас хильцы чем быстрее мы сольем вот этих два волка которые прибегут тем быстрее она выйдет и тем меньше хп она отхилит так иди сюда все товарищи вообще ни за кого не дается ничего давайте отстреляем сначала вот этих мужичков мужичат держи и тебя чтобы нам не провтыкать когда же гонезис нам отвалит большущую сумму своих очков на соточка соточка ребят соточка это самое быстрое убийство ведьмы в мире смотрите солнышко всходит и все очень хорошо и все очень приятно мозги собираем но не забываем что мы сейчас плавненько переходим к следующему зомби сколько же даст нам босс который известен как разоритель а ну-ка на ка проверим сразу же валдан дженерал с и мы на месте теперь нам остается расстрелять здешних живущих зомби 8 очков не сильно много но теперь из них выпадает вкуснятинка мозги когда бы хотелось конечно охотиться на мозги мы будем охотиться сегодня на ведьму нет мы конечно уже охотились на мы убили слепого охотника мы убили громилу самого жесткого даже не вздумай там ничего делать понял понял принял главное чтобы них в мозг и не вошло напасть на меня когда я буду сразаться с разорителем потому что это будет нет повести печальнее на свете как то повесть когда на меня разорители когда на меня рейдеры напали когда я с разорителем мудохался сейчас мы делаем ветер мы просто бегаем по кругу и теперь вот таким вот крайне легеньким способом убиваем нашего я даже думаю что можно три раза его грохнуть но это вообще конечно лишнее три раза лучше по два разка и бегаем бегаем раз два раз два давайте уже по три так по три короче ребят можно убивать нашего разорителя крайне легко потому что он блюется и я хожу на грани вы видели уже парочку как минимум раз меня облевывали имен ну то есть чуть-чуть бы не облевывали и это печально мы убиваем его крайне крутым способом можно было вообще кулаками если честно вот так вот убить но это время не займет много я вас уверяю очень много я уже жду не дождусь когда мы видос будем делать в котором открывать все ящики соточка ребят сатулечка сатунька ребят сотка залетает ну то есть не так уж мало но мне кажется что быстрее проще убить несколько простых зумби чем убивать босса разорителя хотя если у вас почему бы и нет он до пути почему бы его не пройти убить разорителя думаю нужно обязательно прежде чем открывать здешний ящик также мы отправляемся к менее еще сильному боссу да он у нас есть и посмотрим сколько же он нам предложит урона сколько же он нам даст вот этих очков ганесиса этих нашивок или шаврона как они там называются но и сейчас на мотеле в мотеле тоже обитает зомби и она тоже считается нашим боссом почему бы и нет сейчас мы попробуем зайти к ней в гости для того чтобы в гости к ней зайти нужно минимальные затраты сделать дробовичок настал твое время а этот вообще с глушителями я даже ничего нет предпринял так заложим бомбу детонатор минус и 4 короче вот этот баллон используем по назначению и взорвем все и сразу так кидаем вложим на нет на 9 кстати катана больше урона нанесла чем дробовик прикольно и не знал даже в этом так вы знаете что здесь можно на изи найти что гранату поэтому мы заходим сначала за гранатой лежите лежите не вставайте я тут я сразу уйду поэтому могли бы просто не вставать и было бы круче гранатка вместе кстати зеленая кровь вместе очень круто в крутом месте да так ребят тетушка язва выходи биться не будем мириться пока там язва идет мы соберем все мозги которые мы нашли ой но не надо этих песен я понимаю что вы очень любите петь но и до такой же степени чтоб ваш голос то срывать мы забираем мозги и давайте тетушку язву держите 72 жесткого урона и не знаю ну катана 31 короче на изи мы убиваем этот зомби явно особенно в кевларовую спецвойск броне держи расстрелял в веревке даже ничего интересного насколько было конечно печально я даже не заметил сколько за нее далось ребят напишите в комментариях далось ли за нее вообще что-то дается ли вообще что-то здесь ну 4 даже не заметил блин как печальная почему-то забыл почему я сюда пришел зачем я сюда пришел по-моему именно в этих местах можно найти какие-то крутые вещи особенно для ребят которые недавно только начали ведь вот здесь бывает вкуснятина мы эту вкуснятина сейчас посмотрим чек блин ничего но мне выпадал здесь уже дробовик катана глок 17 по-моему все ну по-моему клюшка еще упадала но дробовик и катана выпадали это круто и глок тоже неплохо ребят вот такой вот у меня сегодня лютый замес надеюсь что вы оценили поставив лайк вы ребят уже лайкнули уже на к написали комментарий и уже подписать на канал обязательно обратите внимание на колокольчик и вы сразу же принимаете участие в крутом розыгрыше плюс 10 уровней и это чеки бомбони всем удачи всем пока а мы увидимся в следующем видео в следующем видео в следующем видео в следующем видео